Должны были поверить, что он Бог, потому что они уже знали предсказания, потому что, например, я сейчас представляю в современном мире, да, если бы Иисус Христос, вот я была, ну, жила бы там, и зная, что вот эти бабки, всякие экстрасенсы, они же вот тоже исцеляют, вот, то есть, как, как, вот, почему они должны были ему поверить, вот, то, что они знали пророчество? Пророчество во имя Христа, а бабки шептухи, они шепчут молитвы, перемешивая их с волшебством, оно и рядом не стояло, они обманывают. Да, даже Киприан, если не читаешь эти, там вот Киприан рассказывает, как он и чуть ли не мёртвых его исцелял, и, ну, прежде чем он обратился, то есть, вот эти те же самые колдуны, они тоже обладают, ну, какими-то вот такими чарами исцеления, ну, то есть, исцеляли тоже. Как, как вот разделить вот это? Ну, тут по тетрадке не разделишь, каждый конкретный случай. Молятся, люди видят это, Бог полагает на сердце, да, похоже, очень даже, вот, насчёт даже этой Ванги, кто она такая? Ну, послушайте там, что об этом говорил Димитрий Смирнов, другие ведьма, другого слова нет, а её за святую считают. Вот. У нас тоже есть такие вот, там Осипов подробно об этом уже описывал, Матронушку эту возвысили, это прям волшебница какая-то. Везде Матронушка, за пятку держитесь, ходите на могилку, ну, где-то в Писании есть, живого Бога нету. Вот я не знаю, у меня на сердце никогда не было, чтобы Матроне молиться, или вот Иосиф Болоцкий, это Сталин православный. Сколько на его душе людей. Я никогда его даже из-за святого не могу считать. Нельзя так безразлично, всё уже завалили себя кущами этих, акафистах. А живой молитвы нету. Есть какие известные там, слава Богу за всё. Это всё понятно. Как сказать, от Бога, не от Бога. Проси, молись, Бог откроет. Не надо, во-первых, этим пользоваться. До кого тут исцелитель? Да, исцелителей сколько было, я ни к одному ни разу не ходил. Я просто опыт свой говорю. Вот батюшка там, ну, епископ приезжал, и тут соборование шло. И у меня прям, ну, иди по собору. Зачем? Есть врач у нас в краевой больнице. Если что-то заболит, я ему покажу. Ни разу ещё не соборовался. Собороваться, это парализованный. И помолиться над ним. Не о нём, а над ним. Он лежит, и над ним склонились. Тут даже ничего не надо толковать. Надо просто уметь читать по-русски. А то с первого класса умеют. Пусть призовёт присвятеров. Не пойдёт к присвятерам, а призовёт к себе. Он немощный, он лежит. Ну, ещё тут толковать-то я никак не пойму. Нет, здоровые, крепкие, стоят, пришли на всякий случай. Вроде бы хуже не будет. Соборование. Соборование, это как раз от Якова и взята пятая глава апостола. Если мне это понятно, а почему, тебе непонятно. Я ни разу не соборовался, а почему ты собороваешься? Я знаю, он не каждый год соборовается, а сами на работу ходят, всё. Ну, издёбка над таинством. Одно крещение. Значит, одно должно быть. И крещение, погружение. У нас всё извратили. Оглашенный изъедите, дьякон орёт стоит. А что орать-то никто не выходит. Он не знает. А кто свои чужие? Он не знает. Ни священник, ни епископ. Мы знаем, в этой же стране живём. Согрешила она там, что-то сделала не так. Он не постился, она два года отлучается за нарушение поста. Где это в церкви? Какой? Там приходят люди, 95% не постились. С улицы. А то нельзя сделать. Ничего и не делали. Не ценят православную веру. Веру и так и безобразничают. Я одним словом это говорится, одним предложением выражаю. Пираты захватили корабль. И теперь под их дудку из страха пляшут. Пираты захватили корабль. Никакого отношения они не имеют к Святой Библии. Пираты захватили корабль. И нарушено всё. Не раньше 30 лет быть священником. А патриарх Кирилл стал епископом до 30 лет. Это вообще супер уникально. Лишь бы власть иметь. Какая же нужда его поджигала? Ну у нас нет никуда. Потому и нету. Безусых малолеток наставили. Они безобразничают. Потом запрещают их. Оглашенные, извините, выполните. Двери, двери. Премудростью вон. Двери кто закрывает? Да никто не шевелится. Шторкой там дёргают, сидят. Комедию ломают. А сказать нельзя. Они мстительные. Племя Иудина. Как вот это я говорю. Племя Антихристова. Анистасия сейчас. Уточнить. Дайте уточню, пожалуйста. Если крещение было и руки не были погружены. Это считается крещением или нет? Ну зачем говорить? То нос не видно. Ну погрузись ниже. Сантиметр на 20. Нет, всё, уже было. Ну так, ну было ещё, что было. Ну, хирург заражения. Нога показалась, рука. Она её руку ребёнок затянул. Не стали же затянуть за руку-то его. Оторвали бы руку. У нас вопрос, это мы как придурки, прости господи. У него рука, ну она на воде-то не была. Она не крещённая. Всё мочёное. Ну так же нельзя делать. Ну давайте кровь пережмём, чтобы она в руку не поступала. Что там будет? Это же жизнь. Какая же нужна была искажать-то? У нас ни разу этого не было. У нас не было ни разу. Бывает, хватается, батюшка страну за руку и всё. Тут я вижу, которые принимали крещение. Георгий Кадушкин. По порядку, возьми, которые были. А он сделал не так. Вот хотел хорошо узнать. Вот здесь Астахов Николай. И батюшка, он сам батюшке-то брякнул, что у меня священник крестил полное погружение. А я нутром почувствовал обман. Меня затолкли было там. А теперь Николай-то потрудился и нашёл, что там и купели в это время не было, где погружать. Когда он крестился. Засмощили его. А теперь разговоров никаких нет. Мы Бога благодарим. Я ничего не знал. Просто внутренность была против. Не так. Я раз, два, три подходил к батюшке и говорил. Ходотайствовал. У меня не получилось. Первый раз такое. На сто процентов они проиграли, кто был против. А как вы знали? Да никак я не знал. Я просто шёл, молился. Я видел, что он не крещённый. Не было погружения. Его это просто молодец. Он на своей душе позаботился. Пошёл, нашёл, приехал. Стал спрашивать. И всё узнал. Я говорю, если даже узнаю у этого священника, если хоть одного он мочил, этим одним можешь оказаться ты. Это как к рулетку играют. Один патрон настоящий. А в них всем там и крутят возле виска. Ну и бывает так, что как раз попало в висок и сам себя убил. Так и здесь. Как в карты играет. Краплёная. Однажды принял это решение. Нет. Был обман. А как? Так, теперь решают пускай сами. Игнатий Тихонович, а соборуют только физически немощных? А если душевные заболевания у них? Душевные нет, телом. А душу тебя как помажут? Помажут, написано. А ещё тебя мазать-то будут? Больные участки тела мажут. А душу как он помажет? Дух святой помазывают. Болен, то пусть призовёт. Из-за того, что ты духовно больной человек, он ещё более подвижным может быть. Именно не может. И помолятся над ним. Над духовно больным никто не молится, сестра. Конечно, он лежит парализованный, раздавленный. Там в аварии был. Как Сергей Козлов. Царство ему небесное. Просто меня лет пять назад как раз от духовной болезни соборовали. Ну ты как крестилась? Полное погружение? Да нет, конечно, я вообще ничего не знала. Ну вот и вопросов нету. Мы сказали, что сомбороваться. Я пришла, и я по сомборовался. Пусть твоя душа гимн поёт, что есть где покреститься. В этом году, в следующем, 2021, у нас крещение будет 11 июля. И вы у себя людей находите, которые не крещённы. Котехизируйте их, и выводите на меня. И вопрос решён. Деньги не берутся. Мы делаем с родные и близкие. И вот начинают, да я не знаю, да как, да толкутся. Если ты, душа тебе дорога, да разве ты будешь так торговать всё-то? Как будто что-то у него отнимают. А что, благоволение ищут? Чтобы пообщей не сделал с ним. Никого больше нету с вопросами? Отхожу.